Все настолько быстро произошло, что она порезала и сотрудники скорой помощи выбежали. Александр Степанов – отец пятимесячной девочки, к которой в ту ночь и приехала бригада скорой помощи. Рассказывает, у дочки началась рвота, поэтому он и принял решение вызвать неотложку. Однако присутствие врачей не понравилось его знакомой, вместе с которой в это время он распивал спиртное. Она, возможно, хотела напугать, я не знаю, но получилось так, что она порезала спину сотруднику скорой помощи. Раненному фельдшеру вместе с напарницей удалось выбежать из квартиры и сообщить о происшествии. Приехавшие полицейские задержали нападавшую. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». А расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Мама ребенка уже третий день не дома. Удивительно, но ни в ту роковую ночь, ни сутки спустя мать заболевшего ребенка так и не объявилась. По словам отца, его к дочке сейчас не пускают. Мне сказали, что вы не зарегистрированы, поэтому вы отцом не числитесь. И пока мама не найдет, мы его тоже к ребенку не пустим. Прокуратура Республики уже начала проверку по факту надлежащего воспитания малолетнего ребенка. В ходе назорных мероприятий будет дана правая оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, а также действиям родителей на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Между тем, тревогу бьют медики. Статистика нападений на бригады скорой помощи растет буквально по всей стране. Если в 2015 году в Казани произошло 8 таких случаев, то в 2016 уже 11. А за три месяца этого года врачи подвергались агрессии 4 раза. Выход из ситуации видят один – ужесточение наказания за нападение на врачей. Приравнять всех медицинских работников к лицам, находящимся при исполнении служебных обязанностей. То есть так же, как работникам полиции. Напомним, в Уголовном кодексе есть статья «Применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Минздрав уже предлагал, помимо сотрудников силовых структур, включить в их число и врачей. Однако пока отклика в Госдуме такая инициатива не нашла. Мы уже вот дошли до точки. И если в защиту в нашем государстве, в защиту медицинской работы ничего не будет предпринято, то, наверное, вот этот кадровый дефицит в медицинской отрасли, в отрасли здравоохранения, он, наверное, скорее всего будет множиться. Согласно другой точке зрения, в некоторых случаях врачи сами могут спровоцировать конфликт с пациентом. Психологи называют это синдромом профессионального выгорания. За смену фельдшер сталкивается с десятками различных людей, и все они встречают его по-разному. Приезжая на вызов к людям, то есть они не знают, какие их люди встретят, с какой симптоматикой. И поэтому даже иногда какое-то незначительное повышение интонации голоса, какое-то действие, даже сотрудник скорой помощи прошел, допустим, не переобув обувь, то есть вызывает такие вот агрессивные действия. Специалисты считают, что врачи должны проходить психологическую подготовку, в ходе которой их бы обучали общению с агрессивно настроенными людьми. И отдельное внимание необходимо уделить коммуникации с пациентами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Ведь по статистике именно они в большинстве случаев и совершают нападение на докторов.